Во Врославе прошел марш солидарности с Беларусью в годовщину президентских выборов. Новое правило пересечения украинской границы. В Катавице прошел марш свободы против ограничений и вакцинации. Польские спасатели помогут Греции в тушении лесных пожаров. За выходные на польской границе задержали почти 400 нелегалов. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Хочешь законно остаться в Польше и получить карту побета? Команда in Poland поможет сделать тебе все документы для легализации. Звони по номеру, написанному на экране. За выходные офицеры подлясского подразделения пограничной службы задержали 349 иностранцев за незаконное пересечение границы из Беларуси в Польшу. Иностранцы являются гражданами Ирака и Афганистана. На данный момент они проходят тестирование на COVID-19, определяются их личности, страна происхождения и возраст. После подтверждения информации они по решению суда будут размещены в центре для иностранцев, охраняемых полицией. 9 августа с Польши в Грецию отправились несколько бригад пожарных, а также транспорт и оборудование для тушения лесных пожаров. Соответствующее решение 8 августа принял премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. Польский премьер-министр решил направить в Грецию 46 пожарных машин и 143 спасателя. К слову, ранее польские спасатели направились тушить лесные пожары в Турцию. Большой Селесский Марс Свободы состоялся в Катавице. Участники скептически относятся к вакцинации против COVID-19 и запретов, связанных с пандемией. Демонстранты, выступающие против политики правительства, собрались утром у памятника селесским постанцам, а затем начали марш по улицам города. Несли с собой два больших баннера с надписью «Стоп! Санитарная сегрегация! Вся Польша объединенная!». У многих протестующих в руках также были государственные флаги. Белокрасный 10-метровый флаг был развернут на площади возле памятника, а позже демонстранты несли его по улицам города. Всего в Катавице собралось семь групп протестующих. Присутствующие называют вакцинацию медицинским экспериментом и с помощью марша высказали свой протест. С 5 августа изменились правила пересечения границы с Украиной, связанные с распространением штамма коронавируса Дельта. Лица, которые пересекают государственную границу в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Самоизоляция длится 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения границы. Если за 72 часа сдать тест и получить отрицательный результат, самоизоляция прекращается. При пересечении границы необходимо в обязательном порядке установить электронное приложение дома. Иностранцам по-прежнему нужно иметь поле страхования от COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирование, проведенное не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы. Список освобожденных от карантина вы увидите на экране. 9 августа исполнился год президентских выборов в Белоруссии. Поэтому жители Врослава организовали марш солидарности, чтобы напомнить о этой дате. В понедельник участники собрались на площади Свободы, а после пришли с центральными улицами города, держа в руках бело-красно-белые флаги. Конечным пунктом марша была рыночная площадь. Там организаторы вспомнили о тех страшных днях, что пережила Беларусь после выборов, а после все спели песню Муры. В марше приняло участие около 500 человек. Полиция контролировала акцию. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...